здравствуйте дорогие участники конкурсанты 31 сезона golden time talent music competition great britain меня зовут профессор любовь лаура дювалуа и я представляю сша май name is любовь лора дювалуа and профессор и на репрезент united state of america я подведу сегодня краткий обзор и скажу о результатах конкурса отмечу более яркие работы и самое главное я хочу сказать немножечко отличающиеся речь от предыдущих моих речей предыдущих конкурсах я хочу немножечко вам дать совет как улучшить вашу работу чтобы например у фортепиано больше было динамики более фразировки более голосоведения какая-то канцеленная если у вас идет мелодия приведите эту канцелену чтобы она была не отрывками как говорил периман не резервайте музыку на такты то есть проводите вот эту красивую мелодию канцеленную мне не хватило иногда в приз ваших исполненных произведениях динамики то есть существует у вас фортепиано вы играете на роялях есть пиано есть мэцэ пиано есть мэцэ форте есть фортесима покажите это если это обозначено в music score опасно покажите это пожалуйста что мне понравилось мне понравилась работа номер 12 номер 13 очень хорошее исполнение брамс мне номер 9 очень понравился и я отметила работу номер 11 потому что это редкая работа называется на до тебя и мне понравилось потому что я никогда это не слышала и очень красивая мелодия но что я написала это ирина горковая сыграла из украины номер 11 до тебя композитор виталий филипенко если я смотрю здесь у меня записано очень красивая пьеса я написала для себя но проведите голоса осторожно с октавами когда вы большие октавы ведете играете больше легата делаете на октавах очень понравилась концовка вы когда вернулись играете начальную как бы вашу мелодию в конце очень красивым но мне не хватило немножечко как бы в конце пиани сима уйдите как бы так знаете как фаривэл фаривэл у нас говорил кого прощание то есть прощаться в конце так как в никуда как в дымку в какой-то тогда будет какой-то шарму произведения появится что меня огорчило что работа фортепиано было недостаточно и поэтому я приглашаю больше фортепианников выступить в сезоне номер 32 33 34 пожалуйста в элкам добро пожаловать пожаловать буду очень рада увидеть младых исполнителей перейду я сейчас голосовому конкурсу голоса и здесь я конечно работала очень тщательно потому что я тоже вокалист я в свое время пела и преподавала оперный вокал и и народным оперным народным вокалом я занималась в принципе до джаза я не дошла но я в этом разбираюсь и поэтому вот к вокалистам я если честно придиралась больше а у фортепианников там что-то можно замазать как бы потому что фортепиано впрочем-то помогает а голос это считается самый сложный инструмент который можно вообще когда-то окамплишь как у нас говорят по-английски то есть окамплишь это как бы ну изучить как бы а потому что говорят на скрипке можно обучиться за семь лет на фортепиано хорошо можно в принципе через 10 лет научиться играть а чтобы вокал учит научиться хорошо надо как старом фильме сказано что так петь надо 25 лет учиться поэтому вокал и работа над вокалом на дайфрагм на дайфрагмой который у вас здесь вот в этом месте толкание воздуха head voice голос голос который проходит у вас через голову вверх и дает высокие ноты высокий регистр вот здесь было очень много недостатков особенно у академического вокала вы знаете а поработайте пожалуйста над вашим дыханием иногда конец фразы просто был без дыхания мои как бы я сейчас не говорю как никаких имен я не говорю номера я просто вам даю совет всем участникам всем вокалистам не важно джазовый академический особенно академический потому что вот в в поп в 8 там как бы можно просто про проговорить а в академическом там вам нужен высокий голос и у многих высокий голос просто застрял он не прошел выше чем вот я специально такую фэнси шляпу одела чтобы показать что вот эта сторона как бы у вас она была застрявши и у некоторых даже после высоких нот как бы стал голос хрипеть поэтому вот этот head voice у нас в америке его называют head voice когда вы показываете высокую ноту например чтобы она была там и застряла вот здесь на вокальных связках и никуда не прошла больше вот вот это это самая большая вообще проблема добиться вот этого голосового как бы голосового посыла как происходит вообще для академических вокалистов я немножко такой даже мастер-класс дам нас здесь есть диафрагу между ребрами да а это толкает воздух просто как насос он толкает воздух вверх память по узенькой трубочки воздух идет вверх голову и получаются высокие ноты и если недостаточно диафрагма толкнула воздуха то у нас звук застревает вот где-то на этом уровне вот где нас брови и звук идет вот такой смешной наверное будет очень видео потому что я буду много показывать специально далеко от рояля села чтобы не играть а чтобы петь больше а потому что в основном я смотрела очень много вокалистов этот раз было и про вокал это будет отдельная история значит высокие ноты вам нужно отработать ваша диафрагма должна их толкать и они должны проходить вверх и чем выше ноты тем они идут уже вот тут они вот здесь и обязательно конечно пропевайте фразу до конца чтобы не было так что фраза дошла до конца у вас голоса закончился воздух и все и не и ничего понимаете вот то есть только одну работу в принципе академическую новогоднюю как новогоднюю пьесу там я отметила хорошо потому что там был действительно звонкий хороший голос высокие высокие ноты отработанные а остальным я бы конечно посоветовала поработать над вот этот head voice над головным голосом который через голову проходит что я посоветую самое главное для участников которые пели под микрофон и попсу как у нас говорят попсу да поп попсунгс из караоке вот вот здесь происходит самая большая проблема и я ее заметила практически у всех участников когда вы слушаете караоке и она очень громко вы не слышите своего голоса и здесь вы начинаете просто промазывать ноты и когда вы промазываете ноты это знаете как кто в лес то по дрова вы не попадаете в эти ноты поэтому мой совет как профессионального вокалиста которая сама стояла на сцене и пела оперу я вам могу сказать когда поешь с оркестром еще например на стадионе в открытом стадионе огромный стадион и когда играет а ансамбль какой-нибудь там оркестр огромные еще идет салют знаете когда какие-нибудь футбольные там хоккейные матчи и надо играть там гимн какой-то петь да и вот здесь происходит проблема потому что вам идут звук через ухо и и вот этот звук он передается на 4 секунды идет он немножко позади чем ваш голос и вам надо быть всегда на четыре секунды впереди чем мелодия от оркестра также с караоке то есть вам настолько надо отработать я вам написала везде акапелла акапелла я не знаю если вы знаете что такое акапелла акапелла это когда вы исполняете без сопровождения то есть вы дома отрабатываете просто ваш чистый голос по нотам попадая в каждую ноту есть это ля это должно быть для если это до это должно быть до они так что знаете тогда где-то там себе мой где-то там ля бемоль где-то там до диез там что-то вот так тут что вот точно в ноту и только один способ чтобы вы когда вышли на сцену держа микрофон и у вас играет караоке громко вам еще надо двигаться еще люди хлопают и вам надо еще как что-то там изображать и и вы пошли мимо нот петь вот тут только поможет когда у вас в ушах сложенная вот этот так карточный домик сложенный звук акапелла тогда вы споете чисто в ноты поэтому я советую вам работайте работайте акапелла для всех вокалистов мне очень понравилось дальше я пойду ну да я всегда говорю что соло конечно всегда петь труднее если к в ансамбле там это легче да что дальше я пошла написала отметила и номер пятьдесят седьмой милорд песни дит пиаф девочка пела это неплохо спела неплохо спела и французский неплохой и очень хорошая была stage presence stage presence это то есть как бы на сцене ведете себя там хорошо у вас там картинки сзади шли но вы не забывайте когда вы берете песни такие как и дит пиаф так лара фабиан как элвис пресли как синатра то есть вы равняетесь на самых высоких метров вокальной музыкальной музыки исполнительства вам нельзя спеть хуже чем эдит пиаф уйди пиаф был очень почему и трудно петь мир эль матье пела и дит пиаф и у нее так принципе и не получалось потому что вот это у нее вот это французская кричащие же потом у нее вот это жесткий посыл энергетика такая где-то даже такая агрессивная энергетика у дит пиаф понимаете то есть она стоит она вот поет милорд она с вызовом с таким поет понимаете а вы как бы может быть вам если вы споете это через два через три года может быть вы дорастете до этой песни потому что Здесь, конечно, нужно было немножко пожёстче, более с напором, и такая энергетика должна быть вызывающая, как бы вы даёте такое, знаете, как бы, вот посмотри на меня, вот ты проходишь мимо, посмотри на меня. То есть вот такое, вы знаете, как бы такое, и вроде не пренебрежение, и там уличная девушка поёт, и посмотри милор, там обрати внимание, вот, немножечко такого жёсткости, эдит пиа в жёсткости, вот тогда бы у вас получилось. Очень мягко и так, мягко, джентл, красиво, нежно так пропели, но не хватило мне вот этого. Ответила я 60, 61, 62 работу. Очень хороший голос, очень профессионально. Вы и на английском поёте прекрасно, и на французском поёте прекрасно. Лара Фабиан, вы знаете, когда я услышала, что это песня Лара Фабиан, я сразу думаю, ну, сейчас будет, наверное, что-то такое странное. И настолько чётко, и настолько красиво, и даже душу трогает, и потом у вас, конечно, пошли и хорошие клипы, но я уже смотрю, что вы стали записывать в профессиональных студиях, поэтому я вам желаю очень большого успеха в дальнейшем. Теперь я хочу поговорить про композиторов. Композиторы мне очень тоже интересно смотреть всегда, композиторские работы, потому что я сама композитор. И вы знаете, что я прошу обратить внимание у всех композиторов? Добивайтесь своего стиля. Моцарт уже существовал, Бетховен уже существовал, Шуберт существовал, Гуно существовал. Если вы сочиняете произведение под названием «Ави Мария», не должно быть там Баха и там не должно быть Гуно. Я отметила работу, 37-ю «Ави Мария». Пожалуйста, в следующий раз, когда вы что-то такое хотите, свою «Ави Мария» сочинить. «Агнус Дея», «Ави Мария», «Пийезу». Пожалуйста, найдите свой стиль. Понимаете, вот, например, Вебер, он сочинил «Пийезу». Да, ну, там, это его, это его, это стало современным, это стало Мавулианом, но это его, он не повторил Баха, Гуно, Шуберта. Поэтому найдите себя, найдите себя. Вот, что мне еще понравилось? Мне очень понравилось номер 65-й. Нет, нет, 82-й, sorry. 65-й я не дала вообще ничего, я 0 поставила на 65-й, потому что губы и движение рук, там, это не совпадает. Вы там разберитесь между собой, что там на 65-м. Но я никак не про, никакую оценку не сделала, и я просто написала 0, потому что это видно, что это фонограмма, которая совершенно не совпадает. Может быть, это что-то от редакторов, две фонограммы наложились. Мне понравился номер 82, когда два рояля играют, девочка подыгрывает и поет Happy New Year из Абе. Вы знаете, в такой маленькой девочке я не ожидала такой крепкий, сильный голос, чтобы так спеть. И вот именно Абе, Абе звучало. Это было, это было хорошо. Мне понравилось, знаете, удовольствие мне принесли. Теперь пойдем дальше. На каждом у меня, конечно, здесь очень много записано, но не хватит даже часу, чтобы передать все, что я... Ну, давайте вот посмотрим, разберем 29-й номер. Палестрина. Ренессансовский ансамбль у вас. Знаете, вы красиво все так, хорошо сделали. Знаете, вообще, я обожаю Ренессанс, обожаю Палестрина. И вы знаете, я просто хотела немножко какой-то энергии увидеть. Ну, вот так как-то сидели. Может быть, больше Юнисон, может быть, больше какой-то энергетики. Ну, как-то у вас так очень, так... Какая-то такая музыка... Как, я не знаю, как успокаивающая, какая-то такая усыпляющая. Все-таки должна быть какая-то красота, вот как звуковедение. Все красиво. Можно как-то, можно было комнату покрасивее там оформить в ренессансовском стиле. Вы в костюмах сидите, сидите, хорошие у вас инструменты. Просто какой-то энергетики не хватило. Я не знаю, что там может быть просто... В следующий раз я бы хотела вас увидеть в конкурсе опять с ренессансом тоже. Сыграйте, пожалуйста, что-то такое более, чтобы энергетика такая от вас излучалась. Что еще я поставила номер 31? Я дала три восклицать тэкзната. На аккордеоне, по-моему, да, это клип? Хорошо, интересный, интересный клип. Вот, дальше что у меня, мне понравилось. Номер 36 мне понравилось. Да, композитор симфонической музыки Юлиана Кузнецова. Юлиана, я вам поставила три десятку и три восклицательных знака. Мне очень понравилось. Прощание пресса для оркестра поражает. Поражает масштаб, сила, эмоции, тоска, боль. Интересная гармония. Вот я для себя что написала. И... Были талантливые, очень талантливые. Пожалуйста, продолжайте. Что еще я хотела сказать про... Иду я просто по работам. Я вам говорю, что я буду сегодня и делать импровизацию. Что я отметила? Давайте мы пойдем к интересным работам. Давайте мы пойдем поговорим с вами о клипах. О клипах и о сон райтер. Сон райтер. Потому что, вы знаете, вот это мне понравилось. И, конечно, много было сильно. Было даже сложно выбрать. Но я вам скажу просто в завершение. Что-что покорил... Были очень хорошие произведения. Хорошие голоса. Хорошие... Ну, просто хорошие работы. Но вот я скажу, что... Номер 81. Катерина Тополева, да? Тополева, по-моему. Катерина, если я произнесла неправильно, простите меня. Номер 81. Категория 31-50 лет. Вы сочинили о Чернобыле. Вот на этом я хочу подвести итоги. Потому что, вы знаете, взять такой масштаб песни Чернобыль. И... Как бы к юбилею этого страшного события. И написать песню, и написать песню настолько красивую, настолько сильную, и настолько спеть ее красиво, у вас поразительный голос. Вы настолько ее красиво спели, что, вы знаете, я такой человек, я всегда к чему-то придираюсь. Я всегда ищу какой-то перфекционизм, понимаете? То есть, чтобы все было перфект, чтобы все было восхитительно. Вы знаете, у меня мурашки шли. Потому что, как сделан клип, и как это спето. И тут, в этот момент, вы знаете, нужно просто вставать. Мужчинам снимать шляпы. И я хочу, чтобы этот клип вообще, я пожелаю вам, чтобы этот клип, может быть, конкурс вам поможет, чтобы этот клип вышел на более, как бы, количество зрителей. Потому что вы достойны получить какой-то эвард, даже какую-то награду за это произведение. Вот оно должно выиграть. Я вам поставила, самая высокая оценка, десятка, но я вам поставила 20. 10 плюс 10, 20. Я просто была поражена. Поэтому спасибо вам за эту песню. И я желаю вам больших, больших, больших удач в будущем. Поэтому я сейчас прощаюсь с вами. И хочу пригласить, как я уже сказала, побольше фортепьянников. Людей, которые играют на фортепьяно. А, опять же, композиторы, творите, пожалуйста, в своем стиле. Ищите себя. Вокалисты, работайте над своей техникой, над своей диафрагмой и над голосовым голосом, над верхними нотами. И всем удачи. Пока-пока-пока. Встретимся в следующем сезоне. Была очень рада с вами познакомиться. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok